Представители Министерства иностранных дел России встретились в Москве с делегацией террористического движения «Талибан», запрещенного в Российской Федерации. Что сулят переговоры с непризнанными лидерами Афганистана, рассказал политолог Казанского университета Роман Пеньковцев. Этот визит талибов в Москву – первый после захвата власти в Афганистане. Во время Первого правления до 2001 года их признавали Саудовская Аравия, Пакистан и Объединенные Арабские Эмираты. А вот Россия с выводами не торопится. На ее территории движение «Талибан» признано террористическим. На Западе считают иначе. Россия нашла себе нового друга, предлагающего объединить силы против Америки. США уже во второй раз подряд уклоняются от встречи в рамках расширенной тройки в составе России, США, Китай, Пакистан. Сильнее осложнить отношения с Западом уже не получится. Они и так находятся в тупике, сообщил политолог Роман Пеньковцев. Россию куда больше интересует судьба афганцев и пограничных стран-союзников, чем интриги против США. Преждевременно говорить сегодня о каком-то объединении с правительством «Талибан» против кого-то или для чего-то, поскольку, еще раз говорю, характер политики движения «Талибан» совершенно неопределен на данный период времени. Новое правительство Афганистана пока не признано ни одной из стран. Мы контролируем территорию, выполнили все условия и соответствуем всем стандартам, считают деликаты. Вопрос, поднятый навстречу в Москве, вновь остался открытым. Перед движением «Талибан» ставилось условие, чтобы было сформировано коалиционное правительство, представлявшее бы все силы, все политические движения, которые в настоящее время имеются в Афганистане. Но мы видим, что это условие «Талибан» не выполнил. Россия ожидает от «Талибана» реальных действий в борьбе с терроризмом. Больше международного признания «Талибан» беспокоит надвигающаяся зима. Переживший государственный переворот Афганистан нуждается в финансовой и энергетической поддержке. По итогам заседания участники выступили с призывом к ООН о необходимости организации донорской конференции. Ариатна Кугушева, Универньюз.